Сложно переоценить значение неотложной скорой помощи. Комфортные условия работы – вот то, что больше всего помогает в непростом деле врачей. Особенно сегодня, в период пандемии коронавируса. Подстанция скорой помощи во Фрианово обслуживает жителей всего рабочего поселка и окружающих СНТ. Раньше врачам приходилось отдыхать в старом здании постройки начала 20 века. Теперь для них оборудованы комфортные комнаты в местной больнице. Сегодня две бригады скорой ведут здесь круглосуточное дежурство. Полный кислород, аппарат искусственной вентиляции легкий в машине. Где? Вот это важнее. Вы мне про все не говорите. Главное, что по борьбе с коронавирусной инфекцией и с пневмонией, когда тяжелых больных. Чумные костюмы, маски, очки – все имеется для оказания экстренной медицинской помощи во время пандемии. На центральный диспетчерский пульт поступает. Диспетчер старший опрашивает, какое состояние. И уже заведомо, если это ковидный больной, выезжает в защитном костюме, водитель, фельдшер или полностью бригада, если уже сатурация падает, то есть насыщение кровью кислородом, есть дыхательная недостаточность. Мы запрашиваем место в оперативном отделе в Красногорске и нам дают, где свободное место. Несомненно, для этих людей важен и необходим полноценный отдых. Здесь, в новом отремонтированном помещении, для этого созданы все условия. Есть телевизор, душевая комната, кухня. Сделать ремонт и оборудовать помещение по просьбе медиков удалось в кратчайшие сроки. Узнать, всего ли достаточно для полноценной работы и комфортного отдыха врачей, приехал временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков. Вы определитесь, мы довезем. Все основное вот так, чтобы уже... Ну, я смотрю, еще пока не это, да? Ни разу не ел. Нет, нет, только собрали. Не обжили. Да, еще. Обживайте. Тихонько. Еще, видите, еще не все. Так, еще к нам есть задание, поручение. Открыть такой пост. За две недели буквально все это было сделано, с колес все, в круглосуточном режиме. Сотрудники тоже, они обслужили вызова, вместо с тем и помогали что-то. Поэтому спасибо огромное. Будем работать еще лучше. Поэтому в пандемию это просто для нас хоть какой-то глоток воздуха, что мы на 10 минут забежали, чуть-чуть отдохнули и опять за работу. Теперь врачам скорой помощи будет, где удобно и комфортно провести время между вызовами. Главное, чтобы хотя бы иногда его хватало. Лилия Тимеева, Игорь Париков, Щелковское телевидение.